Они просто стоят, нет места, где полежать. Сейчас вот нам дали комментарий, спасатель Сергея ему, спасибо. Он говорит, двоих откачал сегодня, два случая подряд, эпилепсия в море. Откачали только что человека. При таком количестве людей, конечно, трагедии будут случаться и происходить. Дайте, почему так сейчас говорят, что холодное? Чтобы вы сюда не приезжали, ребята, чтобы людей поменьше было. Поэтому они будут врать вам все что угодно. Тастика. Спасибо всем, кто приехал. Посмотрите, что все занято. Это очередь в переодевалку. Добрый день, дорогие друзья. Мы приветствуем вас с Джаником из поселка Витязел. Мы находимся на улице Горького, 63-1, где готовятся вкуснейшие чебуреки от его мамы. И сегодня мы для вас снимем улицу светлую, покажем пляж Витязел. Один из самых густонаселенных. Сколько там народу, как выглядит море. Вчера у нас погибло двое человек, которые полезли купаться в море при запрете. Сегодня уже могу по-честному сказать, что запрет снимает. Но после обеда он может у вас обновиться, потому что приходит ветер. Опять боковое, опять будет боковое течение. Но те, кто пришли купаться на море с утра, получили тихое, классное, прозрачное море. Но обо всем поподробнее, друзья. Welcome в Анапу, поселок Витязела, 2024 год. Середина практически августа. Вот так выглядит это заведение. Сегодня у нас у Ирины день рождения. С чем мы ее поздравляем. Там можно купить вкуснейшие коктейли, гонконгские вафли, мороженое. В общем, приходите, пробуйте. Если уже ели, пишите свои комментарии. От себя оставляю отзывы, что очень вкусно. Также есть выпечка разная. Вкусная, прекрасная. Здравствуйте. И хорошей вам работы, благодарных клиентов. И вот они, цены. Как все выглядит. Все, Джаник, отправляемся на море. Джаник в этом году решил впервые искупаться, понаслаждаться. И мы так думаем, что это будет последнее окупание в 2024 году. Я думаю, что все закончится хорошо. Но просто он потом купаться вряд ли будет, потому что работа, работа. Дыня по 80, арбуз по 30, много фруктов разных. Но здесь у нас на Горького очень много выбора большого. Пенный магазин работает. Дальше у нас аптека, пиццерия. Все только запускаются с утра. Хотя время уже 10 практически, друзья. Но это мой дом, милый дом, в котором я очень долго прожил. Грустин, скучаем. И Джаник тоже здесь был. Да? Это прекрасно. Да, наше детство прошло здесь. Счастливые отдыхающие гуляют, наслаждаются этими моментами. Как прекрасно, что все происходит именно так. С пылу с жару с правой стороны. Здесь мы дегустируем шарму. Ребята готовят вкусно. И очередь о том, что они здесь это готовят вкусно, говорят именно об этом. Даже вот с утра уже на перекус пришли ребята сюда. Молодежь, в общем, выбирает это. Переходим на пешеходном переходе. Нас местные не пропускают. Дальше вроде бы все хорошо. Тоже вкуснейшее мороженое, ребята. Из года в год на перекрестке. Пять шариков за 150 рублей предлагают они. Хорошим желаем работы. Здесь у нас экскурсии. Здравствуйте. Можете прийти. День добрый. Привет. Дэвис, что ж ты там делаешь? Мороженое будет? А? На обратном пути. Гарко. Остужается? Да, Юрий. Юрий, здравствуйте. Здравствуйте. Вас как? Как зовут вас? Наталья. Откуда? С Камчатки. Ой, Камчатка. Слушайте, прямо вот с дальних мест приезжают. Вчера встречал, сегодня. Вам хорошего отдыха. Спасибо. Спасибо, что смотрите. Я хочу сказать, что очень довольно-таки много мусора здесь, ребятки, валяется. Но это больше не того, что его здесь не убирают, потому что я вижу, в принципе, чисто. А из-за того, что люди едут, и мусор такие, как бычки. Причем стоят мусорки. Не доносят, просто бросают крыльчики, не считают бучки мусором. Это очень обидно. Также вот всякие духи что-то продают, орешки. Любимый проход к морям. Как я думаю, здесь не идет. Это впервые в 2024 году. Я реально, наверное, в этом сезоне иду по Байвару Шардоне. Вы представляете? Я не знаю, кстати, работает сейчас свет тут ночью или нет, Джаник? Не в курсе? Вот так и живет, представьте. Вот тоже тут не бывает. Хотя у него вообще тут прям рядышком торговая точка находится. По пути нам до моря около, наверное, 800 метров до пляжа и до моря километр получается. Я замерял неоднократно, так как бегал тут часто. И знал, что добежал до моря обратно. Два километра пробежался. По морю еще километр уже трошечка есть. Здесь косички плетут девчули. Делают красивые прически. Напишите, кстати, вы любите косички или нет. Примерно, по-моему, от полутора тысяч прическа стоит. Ого-го! Вот тут я прям офигел. Какие изменения. Вот это да. Молодцы, Екатерина. Сделали все красиво. Во-первых, переложили плиточку. Во-вторых, сделали вот такое вот повязание. Павильон очень большой. Знаю, что они в этом году перешли на систему. Все включено. Да, нет. Вина Кубани. Чача, коньяк, дегустация бесплатно. У них столового в этом году нет. То есть Екатерина ушла в прошлое, потому что питание теперь у них входит в стоимость. Вот так вот, ребятки. Здесь в левую сторону у нас народ натаптывает народную тропу, при том, что лестница ведет по прямой туда. Мы сокращать не будем. Хотя вот, да, просится сюда влево проложить тротуар. Либо как-то огородить, чтобы люди там не ходили. Ну, хотя здесь огородить, не огородить. Здесь у нас парковку еще организовали. Фантастика. И как с этим жить и что делать? Двигаемся к Южному кольцу. Мы дошли до Южного кольца, друзья мои. Здесь у нас ретро-красивой дом слева. И вот так вот. Ну, просто парковка на газоне меня, конечно, поражает. Но в этом году беда. Беда с тем, что у нас не летают самолеты, мало ходят поезда. И из этого, друзья, получается такая вот беда, что машин столько, что представить себе трудно. Мы идем сейчас в город Мира с левой стороны. Здесь у нас, я забыл, как эта база отдыха называется. Напишите описание. Ангара, по-моему. Нет, Ангара, он там справа. Агата, господи. Да, вот. Помню, на. Я уже начал забывать выродные места. Представляешь, как быстро все у человека меняется. И по прямой мы видим, здесь находится ярмарка фруктов. И выход на улицу светлая. Здесь у нас тоже газоны вытоптаны. Но, опять-таки, это все люди. То, что они выбирают ходить. Вот, да. Просто. И вот такая вот жесть получается. Раньше всегда ходили по тропуару. Было хорошо. Сюда налево ярмарка. Советую здесь покупать фрукты, овощи. Там ребята торгуют как бы хорошо. В плане того, что по ценнику не обманывают и работают с честными весами. По крайней мере, ни одного плохого отзыва за много лет работы их не я не слышал. Здесь, на Южном кольце, открывается улица светлая по всей своей красе. Туда направо пойдем в Южный проспект. Найдем гибискус. Цветет очень классно. И тут, друзья мои, круги. Разнообразная продажа продукции морской тематики. Чего тут только нет. Цена. Любой ваш вкус и цвет. Покупаешь и наслаждаешься. Давайте зайдем на ярмарку. Посмотрим, что здесь есть. Какие цены. И мы впервые в этом году здесь то же самое. Наконец-то пришли, да? Витязева ярмарка. Надеюсь, ценники видно. Допустим, медовка слива по 150, персик 280, 200 рублей абрикос. Инжирный персик 280, инжир по 450, 300 рублей. Руша 250, нектарин. 250, викториат. Киш-миш 250, 150 яблоки. Рассыпуха всяких вкусняшек. И на рынке много точек разных. Ребята, привезли арбуз вкусный, большой, наверное, самый сладкий в этом году. 150 мини дыня, 160 персик, 250 стоимость тоже нектарин. По 200 есть нектарин, 450 есть инжир. 150 виноград, огурцы по 150, 280 еще персик, 300 и 200 груша. 280 инжирный нектар. Помидоры не нашел, я цены. И все. Слушайте, тут тоже, ребята, сидят, грустят. Что такое? Почему такие грустные? Здрасте. Неужели сезон не удался или что такое? Да нет, устали. С утра уже устали? Ты прямо угораешь? Я со вчерашнего еще. А, ты еще со вчерашнего отдохнул? Добрый тебе. Что у тебя в этом году есть интересного, кроме всех обычных вкусняшек? Сыров, рыбы, колбаски. Всего по чуть-чуть. А морепродукты вот, смотри, еще появились, да, в холодильнике теперь. Молодцы, развиваетесь. Вот, ребята, они стоят на месте. Маме привет. С огурцами. Так, здесь ребята сейчас наполняют. Ну, здесь, в принципе, плюс-минус ценник на рынке одинаковый. То есть, можете пройти, посмотреть, что там можно поторговаться, дешевле купить. В общем, крупно, классно. Единственное, что... Вау, ароматы. День добрый. Добрый, добрый. По 170. Как у вас в этом году работа? Отлично, успеваем. Дай бог, чтобы только было. А вас? Редко заходить. Слушай, я в этом году первый раз на улице Светлова, чтобы ты понимал. А что это? Первый раз? Ну, потому что. Ковид, что ли? Нет, работаю тоже. Хочу денег заработать, поэтому приходится деньги заработать. Да, да, да. Поэтому вот так редко. Арбуз Милания или нет? Милания, Милания. Почем в этом году? Дорого, 45. 40. А будет дешеветь или нет? Через дня 3-4, ну, даже может 10, даже дорожать может. Даже будет дорожать. Вот так вот. Раньше отходишь, потому что там горит все. Понял. Хотя дожди вроде какие-то прошли, да? Ну, это так. В общем, скажем так, на то, что два арбуза. Понял. В общем, поддешевление, поддешевление. Дешевле цену не ждать, брать сейчас. Понял? Спасибо большое. Хорошая работа. Вот она, Милане. Обязательно, ребята, приходите. Нет, спасибо, дорогой. Мы на море только идем. Мы потом будем туалет искать. Туалет по 50 рублей стоит. Ну его нафиг. Да нет, нет. Не хочу. Я прям в море, как все. Я никак все не буду. Ну, как ты? От всего этого изобилия еще голова не закружилась? Я просто иду и слышу, что за сезон можно первый раз пройти. Да, да, да. Вот так бывает. Это наша речка Вонючка. Хотя должно быть чистый обводной канал. С правой стороны Марсель находится. Одна из популярнейших столовых, которые любят мои подписчики. Часто они хорошие отзывы оставляют. Вот завтрак. Здесь уже достаточно людей. Им хорошей работы. Сегодня мы не пойдем туда кушать, потому что идем дальше. То есть мы еще будем заходить везде поесть. Мы, наверное, и до моря не дойдем. Здесь у нас раньше ребята готовили вкусный шаурма. А тут есть еще проход на Александрийский проезд. К сожалению, шаурма больше не готовится. Здесь другой магазин открылся. Фамилия Витязева находится в этом месте. Давай. Мы уже сняли обзор в этом году на это место отдыха. Если вы там отдыхали, пишите, как вам фрукты. Еще разнообразные рыбы, соленья. Здесь столовая. Еще одна работает. Экскурсии разнообразные. То есть чего здесь только нету в нашем любимом Витязевом. Улица Светлая. Кайфовое местечко. Могу вам советовать его от души. Приезжайте, отдыхайте. Столовая здесь тоже валяется в первую очередь. Здесь Бавария, допустим, 05 за 80 можно купить. Пивасик. С той стороны тайское мороженое. Красота, друзья. В общем, здесь есть абсолютно все. На улице Светлая. Что вам надо? Не надо. Если вам это даже надо и не надо, оно все равно тут есть. И люди, самое интересное, я всегда этому удивляюсь. То есть смотришь, что только всякой всячины и все это покупается. Ну, понимаете, да? Если бы это не продавалось, наверное, не покупалось. А может, наоборот, если бы это не требовалось, то не продавалось бы. Меха натуральные. То есть все есть, что хотите, что не хотите, вам привезут и заставят купить, наверное. В этом году здесь переформатировали кафе, столовую. Это столовая номер 7. Вкусно, быстро и недорог, готовим с любовью. Сделали детскую площадку перед ней. Полностью поспиливали все деревья, которые здесь росли. Выросли, ну, посадили тут кусты какие-то. И, пожалуйста, уже люди сидят и едят. С правой стороны косички, шашлыки предлагают. Здесь коммерция открылась. В этом здании на территории Огонька, которая строилась для деток, уже работают, пожалуйста, вам магазинчики. Вот современное оформление прогулочных улиц. Не хватает только зелени и скамеечек. И также мусора. Вот сколько мы идем, друзья? Вы хоть одну видели? Будьте здоровы. Магазин с левой стороны. И дальше еще у нас торговый павильон. В общем, торговли много. Мусорок нет. Скамеек в этих местах нет. Но это ровным счетом только до середины улицы светлая. Дальше будет кайфовое место, в которое мы с вами тоже забежим. Я вам все покажу и расскажу. Здесь прям очень много разной одежды. Раньше тут ребята отторговали фрукты, овощи. Все, точка закрылась. Меха кожа с левой тоже стороны есть. Вот теперь с правой стороны фрукты, овощи есть. Меняется все. То есть не выдержали походу конкуренции. Хорошая точка была. Мне нравилась. Вот это, конечно, тоже позор для бригантины. То, что они не могут возле своей территории навести порядок. Все в бычках. Не, так сказать, прополотые газоны. Выглядит это просто по-уроцки. Привет, бригантина. Ваши люди приезжают и на это глядят. Некрасиво. Раньше это было просто показательный проход. Сейчас я смотрю, в сторону коммерции ударились тоже. Все остальное им становится неинтересно. Самое главное, я так понимаю, здесь сдал точка. Деньги получил и забыл о том, как существует здесь это место. А люди ходят и немножко расстраиваются. Наверное, так же, как я. Хотя, возможно, кто-то ничего не обращает. Но в комментариях я вижу, что жалуетесь вы и на отсутствие тех самых скамеек, мусорок. Здесь у нас трой называется столовая. Тоже всякая выпечка разная. А здесь кухня, территория еды. Баранина, антрикот. Допустим, на шашлыки ценненькие. Здесь крупно, можно посмотреть, что почем стоит. И вот так вот выглядит это местечко. Столовая. Ух, людей на море, конечно, идет очень много. С правой стороны туалет. Что ли, 20 рублей? То есть выгодное место. Сходить можно дешево и сердито. Здесь на углу серебряное у нас продается разное пиво. Можно там посидеть, отдохнуть. Дорога перекрыта. С левой стороны столовой. Слушай, прикинь, столовая не открылась. Вот это да. Видимо, аренда чуть-чуть больше. Да, я тоже так думаю. У нас, вы не думаете, что зарабатывают те, кто работают. Я думаю, что зарабатывают те, кто там сдает в аренду. Вот поэтому я так и сказал. И вот то место, которое я очень люблю. Которое мне очень нравится на улице Светова. Которое вам советую посещать. Даже если вы отдыхаете на паролей. Потому что здесь, ребят, по вечерам разнообразные шоу-программы происходят. Устраиваются анимации разные, классные. Поэтому не стесняемся. Приходим, кайфуем. Вот вам, пожалуйста, как должны быть оформлены улочки на море. Так сказать, люди приходили и получали удовольствие. Эстетическое. И от тени. И от того, что можно посидеть. Вот вам и хорошо вписанная торговля. Вот здесь, конечно, ролеты прямо всю длину. Никто не думал о том, как сделать, скрасить людям их, так сказать, прогулки к морю. И вот вам, пожалуйста, фонтан. Вот, кстати, фонтан. Работает все прекрасно. Тенечки, мидии, устрицы, напитки. Гиросфуд. Кайф. Ура, хинкальная отсутка. Можно обратно зайти. А давайте сейчас пойдем посмотрим, а первое. Что там хинкальная. Гранд кофе. Пицца роллы. Сучу Сакура с левой стороны. Вот такой вот навесик соорудили, чтобы вам комфортно было. И возле фонтанчика вы можете поесть. Здесь по прямой у нас только открывается хинкальная или уже открывается туалетная с левой стороны. Агропаб какой-то еще. Да. Здравствуйте. И можете посмотреть, как выглядит это местечко. Здесь мы советуем приходить покупать вкусные хинкали. И думаю, что на обратном пути мы зайдем попробуем. С лишней хинкали. Вкусно. Забежим. Ну, по меню. Я думаю, что потом поглянем. Да. Вкусно, красиво. Красиво точно. То, что вкусно, я вам гарантирую. Потому что у этого повара мы ели. Ели неоднократно. Ну, и дача. Здесь коктейли. Пиво пенное. Что-то мои дорогие друзья еще не открылись с левой стороны. У них я тоже часто там перекусывал. Попички тоже говорят, что здесь ели. И спокойно провели свой отдых, не траванувшись. Даже сцену сделали в этом году. Чтобы было удобнее выступать разнообразным артистам, приглашенным. Пицца Суприм. Ух. Здесь мебель поставили. Такую более красивую. С столами. В общем, развиваются эти места. Куепатата. Господи. Чего здесь только уже нету, друзья. Все для вас. Все для вашего отдыха. Друзья, это улица Барханная. По ней вы можете выйти в ту сторону на параллию. День добрый. Очки золота. Подходи, покупай. Налетай. И по прямой идем дальше. Вместе с нашими гостями уже в сторону пляжа. Вот так вот выглядит наш один из лучших проходов по улице Светлых моря. Много разной одежды. Много футболок разнообразных. Также продают и всякие специи. Чучхелы. Вязаные игрушки. Чего здесь только нет, друзья мои. У полотенцев вообще целый забор. Здесь у нас торговые павильончики. Фонтанчик. Мы перед аквапарком Олимпия. Тут тоже прогулочная торговая улица. В общем, торговля на 100% захватывает все эти места, друзья. Посмотрите, что происходит. Вот это да. Просто все продается. Свободных мест уже не остается. Еще пустых хотя бы где-нибудь поставили. Мы все-таки попытаемся прорваться сквозь этот поток людей на пляж. Тут пончики, сосиска в тесте 100, 100 рублей пончик, пиццу предлагают за 350 рублей. Все, какие снеки. Вот прям прикольно такого. Я не видел, что продавали. Пожалуйста, мой шашлычок жарит мужичок. Коньячок тоже есть? Дай бог. С левой стороны просто, вот, ребят, вот это звездец. Такого я даже не ожидал увидеть. Смотрите. Ну, просто без комментариев. Тут через Дюны можно пройти туда на более свободное место. Но не все это местечко знают. Поэтому, в основном, все идут по прямой на улице Светлой и опираются в море. Поток даже вот сверху отсюда смотрится фантастически. Думаю, многие курорты хотели бы, чтобы у них вот так вот люди ходили, как на завод. И туда, и обратно. Это при том, что еще только утро. Но уже есть те, кто накупался. Их я приветствую вообще с большой, как говорится, радостью. Потому что они сделали все правильно. И перед самым сильным ультрафиолетом уходят уже обратно с моря. Ну, и есть те, кто идут, так сказать, за дозой радиации, чтобы получить побольше. Их тут примерно 50 на 50. Ну, в любом случае, всем хорошего отдыха. Все люди взрослые. Информация для всех доступная. Ну, и мы спустились вниз и продолжаем двигаться к морю. Я, кстати, приглашаюсь на фотосессии. Красивейшие фото на память об отдыхе поселка Витязева. Анапа. Закаты есть только на конец августа утренней съемки. Либо в сентябре приезжайте, чтобы получить красивые закатные фотографии. И посмотрите, друзья, сколько здесь отдыхает. Как это все красиво. Кто не знает. В левую сторону, еще раз говорю, пройти можно и здесь. Но дойти до более свободного пляжа. На пляже Акулмарин. Секретные места. Знаете о них перед детским пляжем и между пляжем Бригантина. Там прям большая загородка. Там меньше коммерции. И вы спокойно вот туда, видите, за тот забор, за угол заходите, отдыхаете. Те, кто долго приезжают к нам, эти уже места разведали. И отдыхают там от души. Здесь же, ребята, вот такого я еще в этом сезоне не наблюдал. Очередь в переодевалку. Я бы уже под полотенцем переоделся. Отвечаю. Вот это, да. Люди просто сутками стоят. Надо переодевалки добавлять. Даже не туалет. Самое интересное, где здесь туалет? Раньше был здесь на углу. А вон там санаторий Бригантина и туалет написано. Можно отметить то, что желтые флаги. С правой стороны пляж Акулмарин. С левой стороны пляж Бригантина. Здесь есть разные развлечения. Типа вот такого водного батута покачаться. Здесь можно лопнуть шарик. Кинуть дротик. Тут батуты работают. Попрыгать приходите обязательно. Тут бар, как я вам говорил, закрыли. Возле него теперь нервно курят. Люди, которые попить, наверное, сюда приходили. Собственно, так и живем. Здесь у нас все аэралии. Вот эти диваны стоят по две тысячи. Мы сейчас по ценникам все увидим. 400 рублей шезлонги. Под минуту 5 дней от 300 рублей можно взять. И посмотрите, что все занятое. Я понимаю, что это все уже на абонементах записано. Йорк-марай. А как мы на пляж пройдем вообще? Ё-моё! Вот это да! Я хочу вам показать, ребята, как выглядят настоящие заполненные пляжи. Ни одного свободного лежака. Это мы находимся в самых дальних от моря лежаках. Они здесь по 400 рублей. И попробуем выйти на пляж. Улица светлая. Ой, поселок Витязева. Ё-моё! Сколько здесь людей. Сейчас только что люди пришли, посмотрели на это все и говорят, охренеть! Просто это что такое? Поднять выше камеры, чтобы вы разглядели. А сколько народу в море! Вот это да! Фантастика! Ху-ху! Спасибо всем, кто приехал. Лучшие! Анапа лучший курорт. Чистейшее море, ребята, впереди вас ждет. Я просто в шоке! Приятном, правда, шоке от того, сколько людей здесь сейчас на пляжах. Тут, посмотрите, между полотенцами нет места. Центральный пляж в Анапе нервно курит по сравнению с тем, что происходит здесь в Витязево. Причем не центральный пляж в Витязево, а просто улица светлая. И такое вот великолепное море манит всех людей сюда. Вау! Вау! Поселок Витязево. Делаем чуть поближе, чтобы увидеть счастливые лица людей. Они просто стоят. Нет места, где полежать. 2024 год на календаре. У нас 7 августа. Ну, вот так выглядит пик сезона по-нашему, по-анапски, по-витязовскому. Море чистейшее, теплейшее, 27,5 градусов. Воздух 31, на солнце 32-33. Красота, друзья. Представьте, все те, кто находятся сейчас в море, выйдут на берег. Это будет просто что-то нереальное. От души прям ряд, что вы все к нам приезжаете. И у нас в Анапе, поселке Витязево, на улице Светлой отдыхаете. Я хочу показать, как надо ходить непосредственно между вот этих вот лежачков, чтобы не упасть, чтобы обходить людей, чтобы найти места себе здесь на пляже. Это на самом деле такое действие не из легких. Ты идешь такой и думаешь, главное никого не наступить. Я специально выбрал место, где нет людей, чтобы потренироваться. Сейчас мы порвемся немножко дальше. Так, влево, вправо, вправо, влево. Вообще, дальше еще больше народу. Короче, ребята, фантастический сезон 2024 года. Бьет все рекорды. И мы рады от души всем, кто к нам приехал. Естественно, прям сложно вот тут везде все это перешагивать. Ну, прикольно получается. Вот такие проходы специально устраивают, чтобы по ним люди проходили и находили себе место. Просто вау. От души, ребят. Еще раз говорю, спасибо всем тем, кто приезжает в Анапу. Мы вам всем от души прям очень рады. Приезжайте, не забывайте, пожалуйста, отдыхайте всегда. Мы находимся сейчас вот четко на пляжике Аквамарина. Круто. Море чистейшее. Водичка 27,5. Мы сейчас точно в этом месте замерим. И я вам расскажу о том, сколько. Но я думаю, что вас это вообще порадует. Хотел просто вот отсюда еще вам показать пляж. Видите, вот в ту сторону, где центральный находится, чтобы вы на это еще посмотрели своими глазами. В сторону центрального чуть дальше Аквамарина смотрим. Там вообще Шанхай. Как в Китае. В Китае даже уже нервно курит в сторонке по сравнению с пляжами, которые у нас в Анапе здесь. Потому что столько людей себе никто представит в 2024 году не мог, что приедет к нам на отдых. Поэтому все продавцы сидят довольные. Людей отдыхает много. Бананы заняты, катаются на кругах, плескаются. Единственное, непонятно, почему влаги красные, где-то желтые. Или опасные, или не опасные в море. В воде идет просто эвфория. В общем, друзья, все, кто приехали к нам, мы вам будем рады от души. Приезжайте, наслаждайтесь, получайте позитивные эмоции. Это очень круто, что вы выбрали Витязева для отдыха. И надеемся, он вас пройдет лучше всех. Это вот в обратную сторону людей, в море. Песень полетел просто по пляжу, вот туда. Мы посмотрели только с вами поближе. Пойдемте прогуляемся вдоль берега моря. Сейчас мы Джаника запустим на купание, как я вам и говорил. Но самая главная цель была сегодня вам показать эти места в 4К формате, чтобы вы посмотрели во всех соцсетях и не забыли сделать репост своим друзьям, товарищам. Подписаться на канал и желаю, чтобы каждое хорошее место таким чистым морем всегда приезжал и отдыхал. Береговая линия забита полностью. То есть людей отдыхающих здесь... Ой, 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 зайчик, пропусти, пожалуйста. И вот так вот приходится просить, чтобы тебя пропускали. Потому что обойти только в море нырять. А здесь даже по берегу сложно будет прорваться. Просто кайф. Удовольствие от отдыха, я уверен, что эти все люди получают самое большое, которое только можно. И они все довольные, счастливые. Никто не плачет, никто не страдает. У всех максимальное настроение. Так, смотри, бережок себе вырвали. Катамараны 1200, ребятки. 1000 плюс стоит таблетка. И непосредственно банан покататься. Еще раз, единственное, самое главное, берегите себя на отдыхе. Потому что если не будете беречь, за вас, как говорится, себя никто не спасет. Я вот в этом месте столько людей, честно, никогда не видел. Блогер Джаник. Брат, а ты где будешь купаться? Я тоже думаю. Пойдем туда еще пройдем. Брат, там связь. Да? А здесь нормально? Здесь, ну, хотя бы люди могут кидать. А там вообще... Ну, друзья, давайте дойдем до конца. Джаник говорит, что там связи нету. К большому сожалению, тут хотя бы появился интернет. Просто хочется весь пляж аквамарин охватить и показать вам ту зону, которую я два раза говорил. Когда выходите в левую сторону, на ней можно отдыхать. Смотрите, как улыбаются. Взрослые дети, счастливые. Это самый главный показатель того, насколько здесь хорошо на отдыхе. Нашим летом 2024 года. И я прям от души рад за каждого, что испытывает эти неподдельные восхитительные эмоции. Это леопарк популярный в нашем 2024 году в разных исполнениях. Ну, и здесь. Раньше здесь было пусто, чтобы вы понимали. Практически ни одного, ну, как ни одного, потом людей побольше стал. Но теперь даже эти места забиты людьми прям очень сильно. И все счастливые. Девочки, смотрите, что вы делаете на пляжах. Какой класс людей просто нереально. И смотрите, мы сейчас с вами будем наблюдать. Прям крутое действо. Момент купания детей. Что-то их не дают тут даже забежать. Подбежали. Счастье детское. Купание санатория Вита доброе. Счастье вдруг. Смотрите, как купаются правильно в вот этом заводе, мелководье. Чтобы глубоко не заходить и не рисковать. И дети безопасные, и вожатые всех видят. И еще игры какие-то проведут. Прям круто. Давайте попробуем по центру прорваться обратно до Джаник. Я думаю, что это будет интересный экспириенс. Шоу, друзья, 2024 год. Мы с вами смотрим на пляжик, который называется Аквамарин. Смотрим на него с республики Виталия. И тут, друзья мои, просто фантастика. Как только люди не отдыхают. Места много. Если что, приезжайте, еще найдем для вас. Такую красоту, конечно, не пропускайте никогда. Так сказать, такое себе развлечение. Вообще это возможно сделать или нет? Правильное уточнение сделать. Дети должны быть перед вами и берегом. Когда вы производите купание своих детей. И для вожатых то же самое. Дети не должны вам за спину забывать. Потому что вы там уже не видите, что происходит. Слушайте, есть тут проходы. Радует. С левой стороны у нас расширил свою территорию. В этом году пляж Бригантина. Люди жаловались на переносы этих заборов. Но, как говорится, все как есть, так и есть. Мы ничего не выдумываем. Так, а где наш Джаник? Джанике, ты где? Пытаемся его найти. А здесь у нас, кстати, ракушки на выкидывало. На берег. Здрасте. Я наконец-то тебя встретила. Здрасте. А пойдемте туда. Там у нас Джаник Сефир. Мы ему привет и передайте. Как вас зовут? Меня Елена зовут. Я Елена зовут. Как вы так отдыхаете? Тут вообще ходить негде. А мы только приехали недавно. А, только начали прочувствовать. Да, наконец-то. Я тебя будет четвертый год цепляю. Вот так вот. Я сам вас нашел. Видите? Давайте еще раз сюда. На мужика не наступить, самое главное. Ребята, это год, наверное, самый-самый фантастический у нас. Всех давайте все вместе. А вон он, Джаник. Пойдемте, вон. Куда-то у вас, да? Еще и подписчица с собой дошел, чтобы не веселее было ходить. Кто это? Это Дед Вороз. Давайте сейчас запустим еще Джаника для купания. И все ему передавайте привет. Первый раз купания у него в 2024 году. Я думаю, что это прям очень круто будет. По крайней мере, надеюсь, что это. Варя! Давай нас допущим вот во время. Я его четыре года искала. У него это, грудь мокрая. Она ко мне прижимается, от меня все течет. Выступи сейчас, выступи. Вообще. От души. Я наконец-то все, Юрочка, тебе сейчас самого-самого-самого доброго, Вань. Спасибо большое. Вам хорошего отдыха. Пока. Давай, мочи. Все, правда не узнать. Почему? Смотрим-смотрим, обживую, встретили, правда не узнать с того года. А, изменился? Да. Старался. Но я сейчас набрал веса, поэтому все тяжело. Да? Здрасте, вас как зовут? Вавер. Откуда? Александр. Владимирский область. Как вам у нас отдыхается? Только приехали, что-нибудь селились. Вы охренели, да? Вы что тут вся Россия? Друзей, товарищей, среди насы? Я смотрел, в принципе, так и ожидал этого слова. Ну, я честно, в прошлый раз, когда проходил, людей было поменьше. Прям были какие-то промежутки, сейчас я прошел, вообще все занято. То же самое, да? Ну, да, я прям готов. Ну, там можно чуть-чуть сбоку лечь, ну, и туда можно чуть назад отойти. А можно еще до таблеток дойти и там вот отдыхать. До Анапы, да? Да, до Анапы там есть свободные места, но видите, все занято. Давайте, вашему городу привет. Давай раздевайся, что ты смеешься? Итак, все те девчонки, которые ждали, когда Джаник наконец-то перед ними разденется, это случилось бесплатно, без реклам. Все отлично, давайте, друзья. Джаник сейчас будет купаться и наслаждаться этим морем в 2024 году. Подожди, брат, возьми градусник, замери температуру воды, а то ты уже кричишь, что тепло, а мы тебе не верим. Прям ледяная, да? Ты замерз, смотрю, сильно. Ну, вы говорите, мурашки пошли. И губы посидели. Дайте, почему так сейчас говорят, что холодное, а чтобы вы сюда не приезжали, ребята, чтобы людей поменьше было. Поэтому они будут врать вам все что угодно. Потому что мест на пляже нету. Просто людей невероятное количество. Так, друзья, температура моря от Джаник сегодня составляет почти 29 градусов. Ты понял, когда? Я же знаю, когда на море идти. Ну, правильно делаешь. Именно тогда и надо купаться. Вот, бедная собака, как мне ее жалко, она с волнами играется. Наверное, ей хорошо, а мне ее жалко. Такое тоже бывает, ребята. Хозяйка тоже рада ее так покупать. Вот так вот и происходит все. Итак, Джанике, мы желаем тебе счастья, удачи. Давай, 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 давай за них, давай за нас и за десанты, и за Капказ. И Джаник врывается в море. Теплое, классное, великолепное, манящее. Делает это за всех тех людей, которые не могут сегодня сделать это за него. И мы желаем, чтобы все получилось у него хорошо, купание удалось. Море, тем более, такое чистое, такое манящее, такое прекрасное и классное. Даже собачке нравится. Смотрите, как она плескается и наслаждается морем. Эх, настоящая красота, настоящий Капказ. Круто? Ну, и мы рады за всех тех людей, которые отдыхают вокруг нас. Желаем им солнца больше, позитива, хороших эмоций, позитивных, чтобы все было красиво. Красиво. Но Джаник пошел, походу, в Курцию. Как тебя зовут? Соня. А ты откуда? В Пистое. Как тебе Соня у нас отдыхается? Отлично, классно, классно. То есть, понимаешь, после твоих слов приедет сюда еще больше людей, тебе места на пляже не останется. Надо говорить по-другому, все плохо, не приезжайте. Нет, так не надо говорить. О, молодец, умничка. Где ты отдыхаешь, расскажи? В Пистое, как... Блин, забыл, как отель называется. Домой вернешься хоть? А? Домой вернешься, дорогу найдешь? В Пистое, да. Нет, здесь? А, да, понятно. Точно помню? А, то есть, родители знают. Кому ты хотела привет передать? Здравствуйте. Здравствуйте. Это мама? Да. Хорошо. Какой отель, как называется? Отель Билая. По чем там отдых? По чем? Ну, у нас трехместный номер. Ага. Чуть-чуть. Вы довольны? Ну, не удовольна, но самим, как бы, погулять не в гречне выйти, потому что набережной нет. Ну, а параллия наша нет, не устраивает. На параллии движ не нравится? Мы еще там не будем. А что вы тогда жалуетесь? Вчера пришел, там такой тусок, куча народу. А вот мы сейчас на улице Светлой выходили, а это соседняя улица, там, где у нас все аттракционы все находятся. Здравствуйте. А это папа, да? Все, вся семья собралась. Дед папа, да? За ним в ту сторону. За ним. За ним, да. Там аттракционы. Все, 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 все. А здесь есть, да? Конечно. Мы думали, тут все печально. Вы кайфанете, вот, ребята. Потом напишите комментарий под нашим стримом, нашли или нет, хорошо? Можете, ручка, вам хорошего отдыха. От души. Откачали только что человека. Вот, ребята, вроде бы, опять-таки, волна небольшая. Просто хлеба на воды, и стук в яму наступил. Только, только, только вот. Желтые флаги. Вот вам, пожалуйста. Господи, спасибо большое, что помогли, что после человека. Вот такая жесть может произойти. Будете всегда бдительны, особенно смотрите за теми, кто рядом купаясь. Потому что вы можете спасти человеческую жизнь. У меня такое было уже. Поэтому, друзья, берегите себя, пожалуйста. Не рискуйте, не употребляйте алкогольные напитки. Не напрягайте свой организм. Потому что вы видите, что и профессиональные спасатели на пляже, если повезет, и есть. И медиков тоже особо нету. То есть не напрягайте себя. Море это не прощает. Такие вот дела. К сожалению, вот мы видим с вами это буквально в прямом эфире. При таком количестве людей, конечно, трагедии будут случаться и происходить. Но в ваших руках, чтобы это происходило не с вами. Ну и приглядывайте за всеми остальными. Пожалуйста, ребенок, черебенок. О, нашел сразу, чей ребенок. Уже ушла маму, пока на перекуре стояли. Отвлеклись на ее, чтобы утащили и забрали. И все. Поэтому, ребятки, это очень важно. Беречь себя, своих детей. Все в ваших руках. Смотришь на людей, которые после уже там 11-12, здравствуйте, идут на пляже. И ты думаешь, господи, ну почему так происходит? Там такие красные загары, обгары и все остальное. Ну, я говорю, сейчас жизнь каждого в руках ваших. Это при том, что люди у себя не привыкли к такой сильной влажности, такой жаре. И могут происходить сердечные приступы, закупорка сосудов и другие. Там просто в обморок от жары упасть. Элементарно захлебнуться. Дофига всяких моментов, которые могут к вас таким вот неприятным негативом обернуться. Очереди, конечно, возле разделалок меня прям убивают. Вот мы добрались, наконец-то, обратно на улице Светлой. И нам пора перекусить что-нибудь, да, Джаник? Да, пойдем, чингали покушаем. Пойдем. Мой знакомый спасатель Сергей дал ответ. Говорит, два человека подряд с эпилепсией попали в море. Вот одна скорая стоит, сейчас вторая подъезжает. Мы видели уже второй случай. То есть человек, я думаю, знал, что у него могут быть такие проблемы со здоровьем. И просто не пошел неподготовленные. Откачали двоих. Два человека спас сегодня спасатель на пляже. Сергей, тебе от души просто огромная благодарность. Спасибо за твою работу. И дай бог, чтобы поменьше ее у тебя было от души. День добрый. Привет, дорогой. Привет. Как ваша работа в этом году? Лучше всех. Лучше всех, дорогой. Что-то новое, интересное. Здравствуйте всем. Здравствуйте, Оля. Ничего не поменялось. 8 лет с такой же состоянием. А по ценам? По ценам. В принципе, то же самое. Отлично. Вам хорошая работа, ребятки. Спасибо большое, что пришел. Я впервые в этом году, в лето. Вот вначале мы с тобой виделись, вот второй раз. Хорошая работа. Вы пошли дальше, ребятки. Мы хотим в хинканную зайти. Ребята можете спокойно приходить. О них хорошие отзывы. Смотрите, насколько у вас требовано место. Уже все столики заняты возле фонтана. Тихо играть. Не я? Было, было. Я показал, смотрите, как прикольно. А потом тонны песка, ребята, отсюда начали доставать. Хинкальная возле фонтана на свет. Я думаю, что мы сейчас тоже засядемся. Главное, чтобы у нас связь была. И будем кушать с Джаником. Думаю, вот здесь нам хорошее местечко. Сейчас размещаемся и попробуем вкусняшки. То есть в этом году, видите, появились такие вот новые хинкали. Они розового цвета с вишней, клубникой, мидиями, креветками в сливочном соусе. По 150 и мидий 150 с креветками. А клубника и вишня по 130 рублей за штучку. Если вдруг вы приезжаете в Витязево, это одно из лучших мест. К вам можете приехать попробовать грузинскую кухню. Потому что круче, наверное, нет. Здесь собраны все самые такие лучшие блюда. Но, наверное, топ это хинкали. Хотя мы пробовали и сацивичи. Ну, короче, вообще прям очень много блюд уже за много лет. Сколько знаем ребят. И мы можем от души вам их советовать. Приходите, пробуйте. Уютное помещение. Можете как внутри посидеть, так и там на улице. Сели, поели, насладились. Сейчас попробуем те вкусняшки, которые нам продемонстрируют. Что? Хлеб, сметана. Это от хинкали? Это с мидиями. Вообще там соус будет сметаной, брат. Ладно, все. Это мидия, сметана. Пробуем хинкали. Это с вишней, это с пыльникой. О, это сладенькие. Ну что, давай, Джаник, пробуй. Тут по одной нам с вкуснейшей и прекраснейшей. И сметана тебе есть. Это мидия. Как тебе? Просто бомба. Я интересуюсь спросить, а куда ты думаешь, на сока влезет? На на розе, классика. А что он не влезет? Я больше 20 седаю. Ты понимаешь, да что ешь? Давай ешь быстрее, Джаник, короче. Вкусно? Бомба. 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 Могай в сметану, брат. Давай я поржу, блин. Мы тоже начинаем с маской тематики. Перчик. Слушай, очень вкусно. Спасибо, я вообще первый раз в привет. Очень вкусно, Дэм. Только говорите правду, который сам борщ понадобится в конце. Хорошо, мы постараемся. Спасибо большое за приятного аппетита и за угощения. Слушай, прям кайф. Эксклюзивно полосатые, обычно полосатые не делают. Это с креветки. Мамочки. Вот это офигеть. Бери-бери креветочку, брат. Это просто фантастика. Это креветки, да? Это самое вкусное хинкари в моей жизни просто. Я с мидими пробовал. Вкус вкусный, классный. Честно, я много хинкари ел. Ну вот с мидими. Креветка это просто фантастика. Невероятный вкус, ребят. Хотите верьте, хотите нет. Я съел 10 хинкари. Джаник и слабак. 8. Ну, в два раза меньше меня. Он со стороны стоит, сейчас улыбается. Ребята, очень вкусно. Советую. Розовые тоже понравились. Зашлись с креветки. Прямо восхитительно. Классика. Свина-говяжья с зеленью. Вот такие. То есть, цена. Соточка свина-говяжья. 130 сладкие. И сладкие, кстати, вашим детям будут просто кайф. И в детям тоже. Мне обе понравились. Клубники, но, наверное, с вишни в три больше. И также приходите. У нас вот так. Серебряный 9.3.1. Возле фонтана. Вот. Настолько кайфово. Видите, друзья, вы пошли. Заказали все хинкали. Сидите здесь. Едите. Под навесиками возле фонтанчика. Идеально. Мусорки есть. Фудкорты работают. Туалет есть. Все, что надо. Вот так должны оформляться проходы наших моря, друзья. И никак иначе. Если кто-то со мной не согласен, напишите в комментариях. Обязательно потом видео, почему. Ну и нас ждет путь, дорога домой по светлой. Торну шлимы не было здесь. Все швычки уже, ребята, пожарили. Как все быстро у них происходит. Молодцы. Но путь домой, мне кажется, более тяжелый, чем когда ты наелся. Время обеда Марсель стало прям забито людьми. Очень много. Такой газон был. Так здесь было красиво. Теперь люди протоптали дорогу. Другие начали машины парковать. В общем, газонов в этом сезоне нам не видать. Все в бычках. Просто смотришь, думаешь, блин, что в головах тех людей, которые позволяют себе такое. Ну что, дорогие мои, спасибо, что досмотрели до этого места. Делитесь с ними, друзья. Мы вернулись в джаннику. Покушать вкусняшки. Насладиться счастьем, чтобы прощертливать все это кофе. Но 10 хинкали не ешьте. Хотя, если можете, ешьте. Делитесь, сколько у вас хинкали лазит. С вами был Юрий Азаровский. Всем вам приятно. Черноморск. Увидимся в следующем видеосюжете.